Знаковую дату отметили в Сургутском краеведческом музее. В рамках проекта «Солдат Отечества» провели тематическую встречу «Афганистан. Исторический опыт». Ветераны боевых действий рассказали о своем опыте участия в конфликте. Это была интернациональная миссия. Советские солдаты и офицеры верили в ее справедливость и исполняли приказ Родины. Много было суждений, особенно в 90-е, начале 2000-х годов. А зачем это было? А почему-то все было неправильно. Сегодня мы понимаем, что это было не зря, и это было сделано правильно. С учетом того, что проходит специальная военная операция. Ведь мы понимаем и помним о том, что в 79-м году, когда наши враги, как тогда, так и сегодня, попытались приблизиться к границам Советско-Социалистической республики и руководства нашей страны, приняло это непростое и тяжелое решение о вводе контингента для того, чтобы обезопасить наши границы. Когда действительно солдаты и офицеры Советской армии выполнили свой долг до конца. Главной целью военного присутствия СССР в Афганистане стало оказание помощи в стабилизации обстановки в стране после произошедшего военного переворота, а также отражение возможной агрессии извне. Советские войска должны были встать гарнизонами и не принимать участие во внутреннем конфликте сторон, но этого избежать не удалось. Одно из ожесточенных противостояний развернулось на перевале Саланг. Через него проходила единственная дорога, по которой наши военные перевозили боеприпасы, горючие смазочные материалы, медикаменты, продукты питания. Продолжительное время там в качестве командира танка служил уроженец Сытомина Михаил Глухих. О том, как это было, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Красной Звезды, рассказал на встрече в музее. Условие полетели тяжелейшие, ответственные скалы, горы. Танки, конечно, от таких условий не очень способны, такими условиями, горной территорией. Приходилось в бою ориентироваться, где-то угол подъемной пушки нет. Душкланы стреляли, все чуть тянуло. В одном из боев Михаил получил серьезное ранение обеих рук, особенно пострадало правое. Его отправили домой. Там он разработал свою методику, по которой занимался в течение двух лет и полностью восстановился. По словам ветерана, именно спорт помог ему выжить в тяжелейших условиях Афгана. Свою службу там он считает важным периодом. К слову, до 1984 года конфликт находился под грифом «секретно». О нем нельзя было говорить. Каждый военнослужащий подписывал специальное соглашение о неразглашении гостайны. Почта с фронта тщательно проверялась политотделом. Вместе с тем, та война, говорит Михаил, была необходима. Только сегодня становится понятно, что она все-таки была великой миссией, а не фатальной ошибкой.